Перелетные птицы до сих пор останавливаются здесь на отдых по пути в теплые страны. И ветряки им не помеха. 20 лет назад в Северной Фрисландии начали производить электричество, используя силу ветра. Ханс Детлиф Федерсен, в прошлом фермер, стал одним из основателей ветрового парка. 25 ветросиловых установок принадлежат жителям этого небольшого поселка. В создании и развитии собственного ветрового парка задействованы почти все. 170 жителей поселка заложили свои земельные участки и инвестировали несколько миллионов евро в проект. Сейчас годовой оборот предприятия составляет 5 миллионов евро. Так фермеры стали бизнесменами. Управление ветропарком происходит на демократической основе. Каждый может участвовать в принятии решений, какого производителя ветросиловых установок выбрать, в каком банке взять кредит, какие участки будут в нашем распоряжении, как организовать строительство. В этом процессе задействован каждый. Соответственно, и прибыль будет разделена на всех. А прибыль немаленькая. В лучшие годы рентабельность ветропарка составляет 10%. Деньги, которые частично будут вложены в новое оборудование. Федерсон планирует новую стройку. Здесь установят более мощный ветрогенератор за 4 миллиона евро. С трудом верится, что ветровой парк производит столько электроэнергии. Ее хватает, чтобы обеспечивать электричеством 30 тысяч домашних хозяйств. Энергия поступает в дома в ближайшие районы по высоковольтным линиям. Чтобы в будущем обеспечить поставку еще большего объема электроэнергии на юг Германии. Туда, с западного побережья Шлезвиг-Гольштейна, хотят протянуть новую высоковольтную магистральную сеть. Но как убедить людей, чтобы они согласились на установку линии электропередач вблизи от своих домов? Точно так же, как мы убедили почти всех жителей нашей коммуны войти в долю в производстве электричества. Мы пытаемся заинтересовать людей, живущих недалеко от высоковольтных линий, принять участие в проекте. Это значит, что они должны получить возможность стать партнерами по бизнесу, то есть зарабатывать на этом деньги. Планы грандиозные. По линиям электропередач с западного побережья будет поступать экологически чистая энергия на юг Германии. В маленьком городке Хузум идет жаркая дискуссия. Жителей Северной Фрисландии здесь считают настоящими первопроходцами ветряного бизнеса. Сегодня по всей Германии немало ветровых парков. Но у предприятия в Шлезвиг-Гольштейне особенно хорошие результаты. Чтобы сделать их еще лучше, необходимо построить новую высоковольтную линию электропередач за 200 миллионов евро. Лучше всего с участием местных жителей. А что думает об этом оператор сети электропередач? Вопрос в том, могут ли жители принять участие в проекте. Нужно определиться, будет ли строительство общественным проектом или все-таки коммерческим предприятием. Вы бы посоветовали мне вступить в долю? Я исхожу из того, что это надежное вложение капитала. Электричество, которое здесь производят, будет поступать по линиям электропередач. Это проект на долгие годы. Именно поэтому противников у проекта мало. Здесь царит атмосфера золотой лихорадки. Каждый хочет получить кусок от этого пирога и принять участие в крупном энергопредприятии будущего. Некоторые даже говорят о его историческом значении. Мы здесь в Шлезвиг-Гольштейне принадлежим к числу тех немногих немецких регионов, которые могут производить возобновляемую энергию за приемлемые деньги. Во-первых, у нас есть ветер, а использовать его силу даже дешевле, чем энергию солнца и биомасс. И ветер дует постоянно. Это значит, что у нас будет шанс поставлять электроэнергию клиентам по всей Германии. Кто бы мог подумать, предприимчивые фермеры из Шлезвиг-Гольштейн готовят энергетическую революцию.